в глаза. Однако никому это не смутило и никаких вопросов не вызвало. Удивляясь. Удивительно здесь не то, что у Арашуковых находят пачки денег и слитки золота, а то, что кому-то понадобилось всё это искать. Но я бы не говорил здесь о торжестве справедливости. Я подожду ещё какое-то время, чтобы понять, кому это по-настоящему выгодно. Откровенно говоря. В России периодически сажают сенаторов, депутатов, министров, губернаторов, но сажают не столько потому, что эти люди совершили преступление, сколько потому, что эти люди перешли дорогу каким-то другим людям, которые совершают, кажется, что-то ещё более нехорошее. К слову. К слову. Отец арестованного сенатора подозревается в махинациях с поставками газа на 30 миллиардов рублей. Сколько там хотели списать жителям Грозного по газовым коммунальным долгам? 9 миллиардов? А тут тридцатник. Хватило бы не только Грозному, но и ещё нескольким городам, полным неплательщиков. Держите его семеро. И ещё одна история про деньги. Обычно из России деньги утекают. Часто деньги из России безвозвратно утекают на поддержку каких-то маргинальных режимов. А тут вдруг из Каракаса с загадочным рейсом в Москву прибывает самолёт. А в самолёте вполне возможно 20 тонн венесуэльского золота. Про себя. Я, между прочим, совершенно не огорчён. Мы этой Венесуэле столько простили долгов, столько им задарма поставили от всяких ракет и танков, что не будет большой беды маленько этого добра вернуть назад. Обращаясь к невидимому собеседнику. Разумеется, деньги вернутся не Российской Федерации, её народу, а, скажем так, отдельным представителям нашего народа. Но, может, и нам чего перепадёт? Повезут золото телегами в мешках, по дороге немного рассыпется. Кавычки закрываются. Точка. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в Ютьюб. Дорожная карта. Дорожная карта.